Жалкая замена литературы Исчезла в прежнем виде И жанр интервью серьезно трансформировался Я очень давно этим не занимался И поэтому соскучился Поэтому такие беседы с умными людьми Мы будем регулярно проводить в лектории Прямая речь Там будут разговоры с теми Кому мне интересно о чем-то порасспросить Без всякого желания поймать хайп А просто, мне кажется, мы немного разучились разговаривать И нужно заново восстанавливать этот навык Конечно, это жалкая замена литературы Но ведь и жизнь в конечном итоге Не более чем жалкая замена литературы Так, Юля, привет Разговаривать, я думаю, мы будем на «ты» Поскольку мы почти уже ровесники Это комплимент такой Дело просто в том, что с годами Вот разница в возрасте Она Скрадывается Ее процентное соотношение к возрасту убывает Вот еще 10 лет назад Я был вдвоем, тебя старше А сейчас уже не выдвое Поэтому Вот начнем мы с такого Странного и неприятного вопроса Раньше считалось, что поэт Это человек, которого все знают И который пишет в рифму Сегодняшнее представление о поэте Это человек, которого знают какие-то 10 маргиналов И который не умеет писать в рифму А мы с тобой считаемся Типа вульгарная попса Вот это очень серьезное объяснение Когда это произошло Еще в 70-е годы Поэтами были, допустим, Вознесенский и Евтушенко, Куджава А уже начиная с 90-х годов Какие-то чмошники, которые не умеют писать совершенно Собираются в какие-то узкие тусовки Все люто ненавидят друг друга Их никто не знает Они никого знать не хотят Все, что они пишут, предельно далеко от реальности И они считаются поэтами Чем ты чмошнее и маргинальнее, тем ты более паил Когда это произошло, как и почему? Ну, я не знаю Мне кажется, это всегда было Всегда в каждом дворе сидели какие-то местные поэты Которые считали себя гениями А всех остальных чмом И сейчас то же самое Но при этом поэтами были люди знаменитые Ведь поэт не может быть незнаменитым Поэт делает то, что формирует язык Он ставит главные проблемы времени Его слова расходятся на пословице Если поэты не знают, он не поэт вообще Сегодня же, чем человек знаменитее Тем как бы больше аргументов в пользу того Что это не поэзия, а поэзия, а поэзия, что Как ты это для себя признаешь? Ну, так как я из интернета То есть я все меряю категориями интернета А в интернете, чем больше упоминаний, тем лучше Серьезно? Даже негативно? Да, вообще не важно каких Поэтому если тебя ругают, скорее всего Твой трафик даже выше, если бы тебя хвалили Можно сравнить поэта, например, с фотомоделью Как только на странице фотомодели Десять комментариев Боже мой, какая красивая, какая замечательная Все, хороните Это ее подружки А вот если пишут, что жопа висла Все, это значит трафик Значит нормально, и жопа хорошая Да, 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 да Чем больше негативных комментариев, тем выше рейтинг Вот так Скажи мне, с какого момента ты стал чувствовать славу? Вот мне иногда говорят, а ты чувствуешь славу? А я не чувствую Ну как? Вот ты вышла из интернета В каком момент ты вот как лыжник стала выходить? Я из него не... А, нет Нет, ну конечно ты вышла Я поняла Ты выступаешь, у тебя книжки там, все-таки тебя знают Есть одна неприятная особенность Нельзя выходить на улицу страшной Но нельзя всегда быть красивой в макияже и на каблуках То есть нормальный человек может себе позволить быть страшным А тут просто нельзя Что, если ты не сделаешь макияж, ты сильно переменишься? Ну у меня это другой образ Да? Совершенно другой, да И если ты вдруг не сделала макияж и тебя узнали, это страшно неудобно Поэтому ты должна быть либо расфуфыренная фуфырка, такая поэтесса в образе Вот если тебя остановили селфи и спеши Либо совсем с кухни, да Либо нужно надеть шапочку и самый серый пуховик, чтобы тебя никто не узнал И все, и тогда жизнь прекрасна, можно там гулять, что угодно делать Знаешь, насколько легче мужчине? Вот чем он более не брит и чем он более с похмелья Тем он сексуальный Тем он подлиннее, понимаешь? Вот он настоящий, он не пытается никем притворяться Брутальность, это же второе я К сожалению, я никогда не бываю с похмелья, потому что не пью практически Но не побриться два раза, и все, и ты уже как бы аутентична Скажи мне, у тебя сколько книжек на данный момент? Ну если вот с разными стихами, то, наверное, четыре А если считать сборник, я не знаю Ну то есть ты пишешь много? Нет, я считаю, что я мало пишу Я не, ну то есть я недовольна собой Например, у меня был 2005 год И я написала 100, больше 100 стихотворений Ну это же неправильно, как можно написать 100 стихотворений? Ну у меня было У меня было очень много невостребованной энергии Ты что, раз в три были стишки, что ли? У меня была любовь И каждый вечер я думала, что у меня будут свидания А свидания не было И ты сублимируешь И вместо свидания я писала стихи То есть это мои 100 несостоявшихся свиданий Свиданий, да Скажи мне, а ты когда влюблена, ты больше пишешь или меньше? А, да, конечно Я наоборот, когда влюблен, меньше Правда? Прошла любовь, явилась муза И это у мужчин обычно так Мы тупеем от любви А как только нас скинут в очередной раз Тут мы начинаем писать усиленно А пока идет сама любовь, все хорошо Ну, значит, хорошая любовь Конечно, тихие же пишутся от неблагополучия Да, да, да Они как-то лечат рану Да, у меня была Нет, даже в очень счастливой любви Можно найти что-то очень несчастное Но ты замужем, у тебя все хорошо, как я понимаю Ну, у меня, конечно, все хорошо Но в семье тоже очень много Трудностей Трудностей Какие уж, например Разные Ну, какие могут быть трудности Другие бабы, например А, это возникают периоды? А ты ревнуешь? Ой, я жутко ревнивая Страшно Ну, и ты одна из них в полет Все остальные обычные Ну, у них ноги бывают длиннее Мой муж однажды даже пошутил так зло Я говорю, что-то у меня стихи не пишутся Он говорит, может тебе изменить? Это Чехов говорил Вот если Короленко изменит женю Он станет хорошим писателем Ну, так и здесь И Лили Брек говорил Володя помучается и хорошо напишет Да, да, да Да, Володя подряд Скажи мне Есть у тебя за последнее время лирика серьезная? Или ты ушла в ироническую поэзию с головой? Потому что когда ты начинала У тебя много было такой надрывной лирики серьезной Я думаю, что, наверное, за последнее время у меня нет ничего такого С чем можно было заявиться на какой-нибудь серьезный конкурс Но я поняла, что я не могу писать такие стихи Смешные они сами по себе Я начала писать детские стихи Ой, вот это груб Это нельзя Думаете? Это я знаю просто У меня просто дети Я за ними наблюдаю Я, к сожалению, не часто с ними провожу время Но вот у меня было лето Я увидела столько разных детских ситуаций интересных И я с ними консультировалась С детьми Мало того, ну, папа у детей юрист И, видимо, у них что-то есть Я подписала договор со своей дочерью в 11 лет Что права на всех персонажей принадлежат Нине Морозовой И она мне там рассказала про всех про королевча Нина Морозова это твоя дочь? Это моя дочь, да, 11 лет У меня с ней уже договор А почему ты Соломонова, а она Морозова? Ну, вот так А, это девичья, конечно Да, это моя девичья То есть я Юлия Валерьевна Соломонова А дети у меня просто Нина Николаевна Морозова И Иван Николаевич Морозов Ну, это и к лучшему Нет, они свою фамилию раздаривают детям Это может оказаться для них проклятием Ну, такая фамилия сложная Поэтому лучше пусть Морозова, мне кажется Ну, красивее, да Ну, красивее Скажи мне эти вот детские стихи Ты помнишь какие-то? Да, помню Ну, расскажи Расскажи стих Хорошо, хорошо Могу рассказать про пап А могу рассказать про барабан Про что? Давай про барабан Про барабан Про пап я боюсь Я сам папа Ромкин друг и одноклассник Колокольчиков Иван Подарил ему на праздник Настоящий барабан Круглый, фирменный и громкий Даже документы есть Барабан дарили Ромке А страдает весь подъезд Если Ромка встал пораньше Не пожалеем денег Ромка встал пораньше Я про них пишу Я про них пишу, кстати Среди женщин Я вот Стефания Данилова Вы можете погугли Ромка встал пораньше 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 Она очень одаренный человек Потому что она из своих способностей Сделала максимум Как сказала Ахматова Имя, да, кличка Оставившая мне кличку Из которой я сделала, пожалуй, все, что можно Вот она все, что можно сделала, мне кажется Вот Она меня тоже не любит Поэтому она не любит Кстати, вот большинство поэтов По моим ощущениям Все-таки скорее любят друг друга У нас друг к другу отношения Как к прокаженным Мы немножечко все больные Немножко мы не как люди Поэтому мы друг друга скорее поддерживаем А взаимная ненависть поэтов Это миф У тебя какие ощущения? Мне кажется, что поэты любят мертвых поэтов Да? А живых не очень? А живых? Нет, на самом деле с поэзией проще Потому что денег в ней очень мало То есть если бы в поэзии были бы деньги Было бы по-другому Были бы страсти Да, тогда бы вот, может, писатели Потому что, ну что такое поэт? Ну еще поэты-песенники, наверное, как там Они друг друга ненавидят Рэперы Вот сейчас коммерческий жанр поэзии Это рэп У рэперов прекрасные отношения Если не брать батлы Когда они нарочно друг друга так науськивают Ну это у них, я думаю, внутри группировок А вот между группировками Там у них есть столкновение Нет, по-моему, нет По-моему, рэпер Я не слышал ни одного рэпера Который бы плохо отзывался о другом рэпере Он всегда говорит талантливый Мне не нравится то, то и то Но он талантливый Ну да, кстати, да Признают Это... Ну мне нравятся Маргиналы Рэп А ты не пишешь рэпом? Даже если я его напишу, я его не смогу исполнить Почему? Потому что я пыталась Это требует... Ну, Юль, ну что там? Не боги, горшки там Ну это требует... Хороший рэп требует флоу Ну то есть его нужно не просто написать Нужен еще талантливый битмейкер Который сделает тебе классный биточек Который зайдет То есть это не чисто поэзия Юль, зачем биточек? Зачем бит? Чтобы качал Вот я, например, бегаю Это для меня важно Я вот снимаю так стресс Мне нужно обязательно в день Хотя бы час бега И вот одно время я бегала под рэп Так классно И вот ты, когда с этим биточком сливаешься И бежишь Ты такое испытываешь удовольствие Самое честное слово Любой поэт, читающий свои стихи ритмичные Без всякого биточка Уберет любого рэпера Потому что, ну, есть какой-то шаманизм В этом есть какое-то шаманство И совершенно необязательно музыка Большинству рэперов музыка мешает Может быть, но Ни один современный поэт Живущий вот в данный момент в России Не соберет Стадионный тур Ни при каких обстоятельствах Тур он пока не соберет Ну, может быть, и к лучшему Ну, он может разойтись Аудиозаписями, книгами И как угодно Ну, поэзия не очень стадионное явление Ну, хороший зал Хороший поэт соберет Ну, это же Ну, если говорить о цифрах То эти цифры несопоставимы Именно этот биток Он привлекает слушателей То есть просто человек сейчас не хочет читать Ну, это же жутко скучно Я не могу это слушать Стихи я бы читал с удовольствием Большинство, скажем, треков Мирона Это гениальные стихи Да, замечательные Но слушать это жутко утомительно А мне нравится Ну, молодец Я его поклонюсь Я в машине езжу Это немножко разница есть Ну, да Там нужно медленно крутить Хотя иногда быстро Или быстро А бегать у меня как-то нету Ни воли, ни желания Вот я не знаю, зачем Зачем ты бегаешь, скажем? Эндорфины выделяются Да ладно? Да Это вам кто-то наврал Нет, я чувствую Я же знаю А я прям не чувствую Я просто гедонистка Я все делаю только ради удовольствия И бег тоже ради И бег, да Это долгий подход Но как бы если употреблять наркотики Наверное, с первого раза Может стать хорошо Но тебя торкает бег Меня торкает бег, да Ты крута Я просто торчу Расскажи мне что-нибудь Из ранних своих сочинений Потому что я тебя начал читать В последние годы А что ты делала в пятом году? Когда у тебя много всего было О, в пятом году? А понимаешь, в чем дело? Возможно, что ты читал недавно Это и был пятый год Потому что я А ты их только сейчас Ты же блогер То есть я так веду свой блог То есть у меня есть архив Там, не знаю Пятьсот Ну, прочти серьезный Серьезный А я вот не знаю, как выбрать серьезный О чем? Скажи, о чем прочитать О любви А у тебя есть еще о чем-то? О природе О маленьком члене Ой, что? Да и говори А что он у него может написать? О маленьком члене Есть песня Семена Слепакова Значит, член Член Маленький-маленький Маленький-маленький Член Член Но если серьезно Я его обожаю Слепакова Нет, он просто настоящий поэт Он настоящий поэт Он серьезный Филологи пишут статьи Правда? Замечательная работа со словом Он просто вот композиция текста великолепная Сюжет развивается Он очень умный, Семен Конечно Ну давай Давай только не про член Ты же знаешь, что каждый же мужчина уверен, что он у него меньше, чем следует Потому что, как написал Хемингуи, это так кажется потому, Скотт, что ты смотришь сверху Это совершенно верно Сверху он всегда меньше Но ты прочти что-нибудь не про член Ведь член же он не главный Ладно, не про член С 2005 года Можно позже Если он сделал туда-сюда знак Тебе очень рады Можно подергать Но не всегда Всяким чужим не надо Он может загнутым быть весьма И отличаться цветом Может прямым И прудков-казьма что-то писал об этом Так же бывает мохнат, ребрист В юных годах обрезан После мытья он обычно чист Вздернут и чуть помпезен У моего он торчком смешной Где-то на четверть метра Любит, виляет Арто, за мной Дама с собачкой Ретро Очень смешные стихи Когда дошло дело до четверти метра Я понял, что речь о животном Скорее всего Но я, честно, не хотела его читать Я хотела другое И так просто ляпнула Про это все Да, очень серьезное Да, в том-то и дело Что я не понимаю, что значит серьезное Да, вы про родину Про родину Хорошо, это, наверное, 11-й или 12-й год Уж серьезное время Уже митинги по Москве идут Мир по шаманским почетам при смерти Пересчитать непосильный труд Слышишь, любимый Как в нашем дистрикте Пальмы шумят на ветру Ладно, березы Березам велено Фон создавать для больной души Тело березанки Наспех белено Видно, маляр спешил Ладно, березы Их почва смешана С кровью кочевников и пехот Белая вьюга И тьма кромешная Древний родной штрих-код Льнешь к ней И гладишь ладонью теплую Зиму сканируешь с бересты Печка трещит за двойными стеклами Чай норовит остыть День догорает И чайки белые Где-то на скалах ложатся спать В барах прибрежных коктейли делают Всюду массаж и спать Скоро наш дистрикт в закат окрасится Розовой-розовой станет даль Пальмы шумят Да какая разница Что у них за беда? За печаль Ну да Скажи мне А где ты обычно читаешь? Стихи? Да В каких-то злачных местах Ну ладно, в каких? В злачных местах и в ЦДЛ Вот Как приличное Прекрасное место, да ЦДЛ хорошая А кто приходит? Женщины Ну ладно Ну я не читаю про Родину Ты же секс-символ Но наверняка там мужская Нет, нет Вот здесь есть какой-то парадокс Все-таки большинство слушателей поэзии Были и остались женщиной С чем это связано? Это связано с тем, как я веду блог Ну расскажи В моем блоге Очень-очень мало моих фотографий Видео В основном Они Мемы Мемы Причем Ну сейчас же как Человек в сети мыслит Он мыслит мемами И вот в этом меме Сразу Сверхзадача стихотворения отражена То есть, например Это про бывших Это про то, что все мужики козлы Это про то, что родила третьего Ну это женские темы Да, абсолютно женские темы Нет, можно То есть, если прочитать любые стихи о любви Очень сексуально Как-то с декольте И вот весь свой блог наполнить этими видео Конечно, будут мужчины То это будет мужская Ну зачем они нужны? Скажи, а вот это насчет Родила третьего Маша Катраук как-то очень точно сказала Что мы все себя считаем плохими родителями Это точно Родитель всегда плохой Ты мне можешь объяснить? Почему это? Я уверен, что я плохой отец А почему не знаю? Ну мне кажется, природа Так в нас что-то какой-нибудь гормон добавила А, ты думаешь, это изначально? Ну да Потому что если бы этого не было Мы бы плохими родителями были А считали бы себя хорошими Да? Потому что кто считает себя хорошим А является плохим Ну как бы они не должны дать потомство По теории Ну да, понятно А вот если ты плохой Ты будешь всегда улучшаться Соответственно Ты будешь Ну делать что-то хорошее Почему ты плохой родитель? Я плохой, потому что я мало внимания уделяю У меня время все уходит на работу И я мало внимания Но им жрать было бы нечего Если бы я уделял ему внимания Ну у меня хуже У меня муж содержит семью То есть я А он кем работает, кстати? Юристом Тоже юрист? Да, мой муж юрист, да Иначе Как бы мы бы жили на гонораре от поэзии Ну жили бы, ты выступаешь Ну жили бы Ну я бы больше выступала бы Наверное, на выступление-то могла бы прожить Ну могла бы прожить Ну могла бы прожить Но не так, конечно Потому что мой муж каждый раз Когда я говорю, а я вот Он говорит, тьфу, шо ты? А ты ездишь много? Мало Тоже выбираю Выбираю У нас такая уже сформировалась команда Все Мы все получаем удовольствие Как только мы понимаем Что это какая-то чудовищная фигня Работа, да Что это в первую Ну что это типа Ну денежек подзаработать Там зовет тебя какой-нибудь корпоратив мужиков Ну я что, клоун? Быть тем стихи почитать Я говорю, это не моя аудитория Ну то есть это будет Мне будет некомфортно Зачем? А вот если женщины Меня заказали На день рождения Я готова прочитать им свои стихи Потому что я знаю, что для них это будет Ну то есть это будет как бы кайф И мне, и им И в данном случае гонорар не так важен Не важен Ну я часто отказываюсь Важен кайф какой-то Ну да Или если, например Какое-то мероприятие в этот день Такое, которое я хочу посетить И мне предложили корпоратив И между заработать какую-то сумму И не заработать Я выбираю не заработать Ну как-то А если бы ты сейчас перестала выступать вовсе Была бы для тебя серьезная травма? Тебе это нужно уже? Да Да Я несколько лет очень сильно страдала Ну то есть я не собиралась выступать сама Это мой муж придумал, что я должна выступать Просто когда мы с ним познакомились Я была нормальной такой же девушкой Я работала Я работала на телевидении У меня там была какая-то карьера Я была очень амбициозной А потом я родила детей Ну и как бы И все Ну я писала стихи Но когда же ты пишешь стихи Это же не считается, что ты что-то делаешь Считается только когда Ты, например, пишешь стихи И тебе за это еще и платят Вот тогда уже как-то видно Что какая-то работа была проведена А то, что ты просто написала стихи Ну это же кому-то надо Никому И ему прям необходимо было Чтобы я куда-то, значит, пошла работать Потому что ему казалось Что это ужасно Это кошмарно Но мало того У него еще есть мама Которая тоже должна была заниматься Воспитанием внуков У меня нужно было как-то немножечко Отстранить от этого дела И ты пошла самоутверждаться Да как он мне сказал Так, я посмотрел Твоих, значит, подруг поэтесс Они все читают свои стихи Ты тоже должна читать стихи Я сказала, я читать стихи Я режиссер Это вообще другая профессия Должна сидеть на стульчике И кричать Левый направо Правый налево Не верю Он сказал Он сказал Нет, иди читай стихи А ты училась, что словила Я училась, что словила А ты что-нибудь сняла, как режиссер? Ну, конечно, всякие вот эти А такой нормальный фильм ни разу Не рожать уже пошла То есть ты вышла замуж довольно рано Да какой рано? Я вышла замуж 27 лет Я вышла замуж на первом курсе И у меня же была третья уже вышка Я две во Владивосток Сигать, я не знала, какой первая Я закончила театральную режиссуру И менеджмент управления производством Но там даже так Я поступила на информационные системы То есть на программирование Мне это очень нравилось Я всю жизнь думала, что я буду математиком Ну, что же ты этим не занимаешься? Ну, так получилось Я поступила на эту математику-информатику У меня по матанализу 5 Там по стахастическим процессам Ну, если бы у меня было 5 по матанализу Уж я бы сделала совсем другую карьеру Будь уверен Нет, ну, приходят мои друзья, значит И говорят, а мы поступаем на режиссеров И у меня так ёкнуло Впервые ёкнуло То есть на меня не ёкало Когда я вот подавала документы Куда-то ходила к этим репетиторам Они говорили, что я умненькая девочка И что у меня хорошо с математикой И вместо того, чтобы слушать историю Весь 11 класс Я решала математику, чтобы поступить Потому что 5 надо было получить И тут пришли мои друзья И сказали, что режиссура И мне так ёкнуло Я пошла, поступила на эту режиссуру Прихожу к маме Говорю, мам, я поступила на режиссуру Я хочу учиться режиссуре Она говорит, что ты что, дура? Это правильная реакция Мама молодец Да, она сказала, окей, ты можешь учиться На своей режиссуре Но только при условии, что ты будешь учиться И математике И я перевелась на какой-то другой факультет Училась в двух институтах одновременно У меня иногда в один день было два экзамена Мать, и всё это для того, чтобы выйти замуж И читать стихи Сиги! Вот это совершенно не пище Это ужас То есть у меня три высших образования Слушай, а что ты кино не снимаешь? У тебя есть такая возможность? Теперь, по крайней мере Я просто столько сил теперь потратила Ну, то есть я Ну, муж сказал, читай стихи Ну, я как-то к этому подошла серьёзно Ну, я подумала, как можно Ну, ведь лучше, чем кино снимать, нет ничего Да, я согласна Мне тоже Соловьёв сказал Вы можете только описать, а я могу сделать мир Вот это было бы гораздо лучше Но Соловьёв, он гений Он гений своего дела Он просто очень хороший, вообще очень умный мужик Какой он там гений, я не знаю Нет Гений это Висконти, но он всё равно замечательный режиссёр Он просто ещё не умер Это так нельзя говорить Понимаю, да И он, Бог даст, ещё несколько картин снимет И мы их успеем обругать И тогда уже скажем, что гений Но всё равно я уверен, что снимать лучше, чем писать Это потому, что я никогда не снимал Но, но, есть свои плюсы У меня есть какие-то стихи, я могу забыть, они короткие Сушу режиссёрские весла На бодрых стишках о любви Радарис сказал про ремёсла Что каждая пахнет своим Моё ремесло многогранно И пахнет оно хорошо Но только надёжные гранты Не каждый пока что нашёл Поэзия пахнет прелестно Её постпродакшн в тиши Ни камер не надо, ни рельсов Бесплатно Зато от души Да, всё, что нужно всегда при нас Совершенно верно Да, все средства производства То есть можно создавать вот эти свои миры Свои вот эти короткометражки И просто писать буковки чёрные на белом интернете Слушай, интернет Это хорошая среда Я вот не мог бы в ней существовать Я в соцсетях не живу Я иногда вылезаю что-то сказать Если мне уж совсем не нравится Но в принципе Или если врут что-то Именно поэтому Можно же на ты, да? Ты сохраняешь живой мозг Сохраняю, ну и ты сохраняешь? Нет Нет А ты там живёшь? Ну да Моя проблема в том Что я классно существую В цепке со своим смартфоном Я не храню данные Да, у тебя не тяготит Как опухоль такая Как зуб? А тяготит? А что поделать? Я ничего не помню Я помню только стихи То есть у меня Загружено в память В мозг Я не знаю, как это сказать Что, у тебя в смысле расписание? Стихи загружены И ещё там какие-то данные Которыми я пользуюсь каждый день А остальное у меня там По моим ощущениям Смартфон До какого-то момента Он помогал Это, как сказал Стивен Кинг Да, самое важное Заметься Какого-то момента Необходимая вещь Начинает вам мешать Вот поймать этот момент Он был для меня Совершенно неизменим Потому что, ну там Справку навести Маршрут посмотреть Потом я понял Что у меня порабощает И я стал дозировать Это общение Ну просто потому Что любая гадость Которая там говорится Начинает иметь для тебя значение Это не так Там, кстати, я должен тебе сказать Что большинство людей Которые пишут Воскомерные комментарии Они, как правило, дураки Конечно И, как правило, они умеют Меньше, чем ты Ну а вы ещё об этом думаете Это же просто самое простое От чего можно понять И вообще не переживать Так а зачем тебе там находиться? Ну, во-первых, это моя работа Ну какая? Где? Ты работаешь блогером? Да, конечно Да, я работаю блогером Ну какой ты блогер? Ну как? Я не расскажу своих Ну расскажи Ну что это за работа? Ты рекламируешь продукты? Нет Нет Я рекламирую свою поэзию То есть я вдруг поняла Что Ну вот я всю жизнь писала стихи С самого детства Ну да И вот люди, с которыми я случайно встречалась в школе, в институте, там, на курилке где-то, вот, где всё выпивали Я читала свои стихи дурацкие, смешные Ну какие-то вот Ну да, не обязательно Они на них на всех производили какие-то приятные впечатления То есть люди становились моими друзьями, влюблялись в меня Мой муж прочитал мои стихи в интернете А у меня муж был первый парень на деревне во Владивостоке Там за ним такой хвост стоял, баб Красивых, ну я-то не самая красивая Это я просто уже купила себе Ну ты взяла его интеллект Нет Творческим даром Это не интеллект Поэзия, это не интеллект Нет, с мозгами это связано Дураками не нужно Ну с чем-то оно связано Ну его вот именно стихи, там же ещё есть, ну, чувства Чувства И это взял он Да То есть он тебя полюбил заочно Да, да, да А потом увидел А потом он мне писал, ну нет Ну он видел там какую-то фотографию, аватарку Ну да, да, вот так Какую-то на тех ещё первобытных социальных сетях, которые были А потом мне писал анонимные письма Ну и как вы познакомились, кстати, это уже из другой области, но тоже интересного Однажды он прислал мне письмо, не с фейкового Аккаунта А со Суевым? И ты всё узнала? Да И он к тебе пришёл? Ну нет, подальше было очень всё сложно 2005 год, сто стихов А в чём была сложность? Ну ревность, ну что? Ну много чего сложного Ты была ребёнок вообще Да какое мне было 24 года? Ну это за толк до свадьбы случилось Вот лет за пять Да, ну да, да Ну так, мне было уже 24-25 Да? Ну в чём сложность? Ой, очень сложно Ну он был тогда уже повзрослее, чем я И он был, да, он был такой А предложение было сделано в торжественной обстановке или так? Ой, чудесное, это было хорошо Но это уже было после долгого вот этого всего Мытарств после долгих Это было около церкви Покрова на Нерли Он достал кольцо, сказал Входи за меня замуж Я сказала Давай, только без лимузина Он сказал Давай завтра И я вышла замуж И приехала на лимузин? Нет, какой лимузин? Мы пошли в магазин Всё для малоимущих семей Купила себе какой-то белый топик За 250 рублей Ой, какая прелесть, слушай Да Надела его В джинсах мы расписались Я приехала во ВГИК У меня были Я пропустила два дня репетиции Мне сказали Почему ты пропустила репетицию? Я вышла замуж Уважительная причина Я сказала Я вышла замуж Они сказали Ты что, дура? Я сказала Вот Они сказали Прощаем И потом весь ВГИК Ходил так парочками Ну, не весь, конечно Но кто знал об этом Мы так переглядывались И девушки ждали Что их молодые люди должны Как бы тоже Что-то подобное И ни хрена И ни хрена, да Слушай, вот эта знаменитая фраза Межева Что и срам промежный После 30-ти Так сказать Быть поэтом Ты спокойно перешла В этот возраст Потому что не стоит написать С годами становится труднее Как-то это затое занятие Мне кажется серьезное Но на самом деле Намного сложнее быть бабой То есть по сравнению Быть поэтом Быть бабой ужасно Быть кулашная Она стареет Понимаешь? Когда ты баба Тебе нужно решать Ну, такие проблемы Связанные со старением Что поэзия Это как бы Господи Боже Вот и будьте Слава Богу Нет, ну все-таки тяжело Я должен сказать Потому что какие-то Переломы внутренние Пересходят Писать легче с годами Сознавать себя Как-то труднее Потому что Ну как же Чем занимаешься? Надо уже что-то Надо уже думать О чем пишешь Ну да Потому что какие-то Детские темы Они уже уходят Писать о любви Мне кажется В 30 лет уже смешно Нет, там другие Всякие темы Нет, можно Можно Есть мой Вот Бабой быть как бы И тяжело И конечно Очень много тем Для поэзии У бабы Особенно Да, сырое такое Там потом уже начинаются Вот эти дети Сырая нефть Да, ужасно А ежели мужик Еще к молодой уйдет О-о-о-о Просто Да, вот Собственно Жена Алексея Толстого Вернулась к поэзии Когда он ушел К молодой Вот, вот У нее У Туси Крандиевской Пошли замечательные стихи Скажи мне О чем женщина Отличается от бабы Ведь это очень интересно Я всю жизнь Как-то не видел Принципиальной Ранцы А тестилистические Ее чувства То есть Баба Это женщина Но которая Смотрит на себя Как бы Реально С долей Сарказма Как бы Понимая Весь ужас Своего положения Вот этих Всех гормонов Потому что Я не знаю Как мужчины Но женский гормон Это ужас Когда тебе 25 И ты вдруг понимаешь Что тебе замуж надо Ты живешь себе Спокойненько Занимаешься делами А гормоны кричат Замуж Это ужас Замуж Блин Это ужас Они тебя хватают Там за ногу Тянут Что женщина От этого Так зависит Ой Это невозможные гормоны Это невозможно Я вот смотрю На всех своих подруг Уже теперь молодых Кто переживает Этот период И вот у всех Где-то около 25 лет Происходит Вот это вот Замуж И они сходят с ума Пока они не выйдут А потом говорят Господи А куда вообще Мы так хотели Зачем Вот этого я тоже Не понимаю Честно говоря Вот это Как у Филатова Понимаешь Это монолог экипаж Но я понимаю Когда первобытная Эпоха Но сейчас Зачем А что В замужестве Есть какой-то Императивный смысл Какая-то хули Но мне кажется Это какие-то Встроенные Такие вещи Это настройки Если бы И одну труду Мне себя представлять Но будь я молодой Красивый Независимый Женщин Я бы не понимал Зачем мне жить С чужим мужчиной С другим мужчиной Даже самым любимым Зачем С ним просыпаться С ему готовить Целовать Обнимать Выслушивать Это все гормоны требуют Абсолютно То есть Ты родилась бабой Ты конечно Можешь родиться Мужчиной В теле женщины Но ты потом Пойдешь и переделаешься Однозначно Или ты будешь Пить тоже Какие-то там Не знаю Гормоны Качаться Заведешь себе Девушку Но если ты родилась Бабой То самое главное Зерно Это что Вот Должен быть мужик Как бы Много Нет муж Есть мужик Миллион проблем Нет мужика Одна проблема Нет мужика Да И ничего не поделаешь Ну это не врут Ну это не врут Врут Нормально Нормально Если делает хорошая Анестезиолог Это два укола Да он попадает Они сначала Тебе так вот мажут Делают один уколчик Да Который тебя замораживает И ты чувствуешь Такое невероятное Облегчение Ощущение А потом Раз И ничего не чувствуешь Когда ты Собираешься писать Какие тебе нужны Для этого условия Ой Чтобы Меня оставили В покое Все Идеальненько Уехать куда-нибудь Под Тулу Я недавно Ездила Под Тулу Это было Мое самое Счастливое время И утром Просыпаешься Покушала Побегала Заперлась И до пяти утра Ты знаешь У меня возникло В последнее время Ощущение Что над Россией Прям висит Какая-то медуза Не пропускающая Ко мне Небесные звуки Тебе легче Писать за границей Мне вот стало гораздо Я большие вещи Уживаю писать за границей Ну за границей Идеально Идеально Не давит Ну просто Меня муж Одну не отпустит Начнут Мерещатся Какие-то молодые Любовники Которые должны Ко мне завязать На балкон И я за границу Езжу без мужа Только с детьми А муж стихов не пишет А то ему тоже Был бы стимул Нет Если бы муж писал стихи Вы могли бы на пару На что бы мы жили Вы бы выступали вместе Нет Как Татьяна и Сергей Никитиной Ну да Это уникальная пара Я думаю Что нет Мы бы с ней не смогли выступить А Соломонова Это немного другой человек Чем ты Соломонова Она у тебя Отличается Да Она вообще другая Какая она 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 такая Самая Типичная Баба Не боящаяся Вот у нее все Как Ну Баба Ну не того 18-го 19-го 20-го века А вот 21-го Вот так вот Что сейчас у женщин Должны быть Брови Хайлайтер на носу Хайптон Хайлайтер Хайлайтер А зачем это Хайлайтер это что Это контуринг Потому что Хайлайтер Это такая баночка С такой С такими Мерцающими тенями И нужно делать Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик И тогда это в тренде Подожди Зачем это нужно Для красоты Для красоты У тебя есть хайлайтер? Конечно Если сейчас Открыть мою сумку У меня там Хайлайтер И антиперспирант И все Нет Ну антиперспирант Нужен всем Вот я знаю что такое Хайлайтер есть конечно Конечно А про хайлайтер Вот век живи Век учись Хайлайтер Можно сделать Дневной макияж Очень легко Быстро И будет сияющее лицо То Да ничего Нельзя сделать Или есть Какой-то Внутренний свет Или его нет Да потому что Мужчины не должны знать Как производится Внутренний свет Мужчины воспринимают Женщину Внутренний свет Производится вот Внутри И немного хайлайтера Нет Вот клянусь тебе Никогда Я не научусь Воспринимать Красоту В чистом виде Она всегда Должна подпитываться Ну это как Краски на холсте Если нет холста Они висят Нигде Я должен видеть Какую-то личность Если ее нет То ты хоть можешь Двадцать Подтянуть себе Там подтяжек И все что угодно Нарисовать Сделать Носы Взернутые Скулы И все что И ничего Это делается Или каким-то Внутренним сиянием Или женщина Должна сиять Но к внутреннему сиянию Всегда надо Добавлять хайлайтер Просто когда Женщины без С внутренним сиянием Не добавляют Хайлайтера Нет Вот смотрите Мужчина зациклен Только на члене К примеру Не необязательно Ну я не знаю На чем еще может быть Зациклен На чужих А вот из своего тела На члене Ну то есть Мужчина может Да что ты говоришь Ну почему же он На нем зациклен Если мужчина натурал Если он На него тоже нужен Какой-то хайлайтер Что ли Так вот Если бы Для мужского члена Было столько Вариантов Апгрейда Сколько для женского тела Мужчины бы делали Все Просто нет Да что ты говоришь Конечно Потому что Когда у тебя Не идеальные ногти Ты можешь сделать Маникюр С ярким лаком Положить гель Положить шелак Положить что угодно Ты можешь нарастить волосы Изменить форму носа Накачать пресс Там я не знаю Все что у тебя Не так Ты можешь изменить А если у тебя Идеальные ногти Идеальные Тебе их бог дал Да Совершенно верно Понимаете в чем дело То есть если бог дал Ногти Я сейчас ужасом подумал О маникюре для членов Вот это Я уверена бы Просто бы Знаешь Мальчишечки А что А действительно Мужчины Зациклены Однозначно Они просто даже Не замечают этого Да Боюсь что я Не замечаю этого Потому что Не ну то есть Я думаю Ну это нормально Я постоянно боюсь Что там с годами Он мне изменит Да разумеется Но тогда Наверное наука Что-нибудь изобретет Потому что Да не изобретет В том то и проблема Что Она уже изобрела Виагру Там говорят Что она Делает все Как сказал мне один друг Сексуал Клево Щеглов Это как танец На протезах Но в этом что-то Все равно танец Ну да В этом есть даже Какая-то наверное Ну как мужество Преодоление природы Ну ты открыла мне глаза Конечно На мою тайную зацикленность Теперь я понял Когда Ты сталкиваешься С таким отношением О профессиональных Таких легитимных Поэтах К себе Именно как Производитель у папсы Как ты реагируешь на это Умеешь ли ты их осаживать Как ты Или для тебя это нормально Есть одно слово Но я не знаю Я могу его произносить Или нет Можешь Нахуй А похуй Да Можешь Да То есть неужели похуй Ну да А как ты так просветлилась Как ты достигла Такой буддийской Независимости Ну Просто где у меня Независимость Там и зависимость То есть я как бы Слишком Это правильная формула Очень хорошая Я слишком живу Много в смартфоне И поэтому я понимаю Что любое упоминание То есть информатика Это один и ноль Я все равно на этой информатике Чуть-чуть училась То есть один это да Ноль это нет Поэтому что То есть даже Такое упоминание Все равно в плюс Ой это классно Кто это обо мне Я Вообще кто я Живу там где-то в интернете Занимаюсь собой И тут вот значит О великий там Обо мне что-то сказал Он даже знает Обо мне Вау Это круто Вот так Вот Брюсов давал поэту Три завета Там не живи настоящим Никому не сочувствуй Вот перед тобой сидит Молодой поэт Или не дай бог поэтесса Потому что это сложнее У них как бы Больше проблем Что бы ты им посоветовал А для чего Они чего хотят Ну развиваться В качестве поэта В качестве профессионального А чего они этого хотят А им нравятся Стихи писать Они пока пишут Себя чувствуют лучше Первый совет Пишите Правильно Как можно больше Пишите сколько хочется Столько и пишите Второе Пишите для себя Так как вам нравится Абсолютно верно И третье Если у вас уже есть Одни туфли Не покупайте вторые А потратите эти деньги Там На публикации в сети И тогда вы узнаете Ну к сожалению Сейчас Молодой поэт Наверное Ну с трудом сможет В уже Такой мощной Социальной сети Сделать себе Большую подписку Но Нет Вот такой Третий совет Будет другой Не публикуй свои стихи В раскрученных Социальных сетях Публикуй В растущих И тогда Через Там не знаю Несколько лет У тебя будет Своя сцена У тебя будет Своя сцена Да Потому что Чего же хотят Молодые поэты Они хотят Прямо сейчас И вот Прямо всего А если бы Мне сказали Окей Хорошо Давайте Мы вам дадим Подписку Там не знаю В миллион подписчиков Там в инстаграм А вы нам Десять лет жизни Я бы поменяла А где лучше всего Начинать печаться Вот сейчас Растущая соцсеть Это тикток К сожалению Там нельзя Печатать Тикток Да Тикток А что это Это Молодая Социальная сеть Которая Вот сейчас Очень ярко И быстро растет И если сейчас Запрыгнуть Начать Какие-то Гарики Писать И туда Выкладывать То можно За год Получить Подписку В миллион А может и больше В зависимости от того Насколько это будет смешно Или трогательно Мне кажется Сейчас знаешь Время таких Черубин Сейчас время Девочек Очень красивых Допустим Которые будут вести Свой инстаграм Печатать там себя Ну как Черубин Сейчас себя вела Я думаю В полугулом виде И договориться С хорошим поэтом Чтобы он писал За тебя Хорошие стихи Потому что Полуголая девушка С хорошими стихами Мне кажется Это мощный Сейчас образ Нет? Мощный Это мощный Но Это нужно Нанимать кого-то Вот я бы сейчас Скооперировался Я бы нанял Хорошего поэта Типа там Меня Нанял бы Хорошую девушку Типа Я даже не знаю Кого У меня Ну там Условно говоря Светлана Иванова Но она конечно Не наймется Модель замечательная Нанял бы Хорошего блогера Который бы делал Острые посты И создал бы Такой Тройственный образ Она вот такая Остроязыка Сказывается о всякой Современности Периодически Показывает себя То с той То с другой Страны И хорошие Серьезные стихи Причем Нанял бы людей Разнополых Чтобы она была Еще такая Гендерно Неопределенная И такая девушка Могла бы раскрутиться Правда Это было бы До первого концерта А на концерт Нужно нанять другую Нужно просто Делать как вот С глюкозой Сделать из нее Мультик Но Нужно эту девушку Сделать немного фриком Нужно ее забить Татуировками Ой нет Ну это же так Некрасиво Ну это Ну мы хотим Коммерческий Сделать Да кто сейчас Будет смотреть На девушку Забитую Тут Вот В социальных сетях Фрики заходят Лучше чем Красивые люди Ну хорошо А что такое Сегодня фрик Что угодно То чего еще Не было до этого Мне легко Потому что я родился Фриком И мне не надо Собирать С точки зрения Здорового вкуса Я безусловный фрик Потому что я Такой маргинал По многим параметрам Да Ну здоровый вкус А это речь идет О внешней картинке Желательно там Не знаю Третью грудь сделать Например Вот девушка С третьей грудью Кого сейчас Возбудить девушку Они надо возбуждать Интернет не надо Возбуждать Его нужно шокировать То есть Интернет он вообще Люди мало думают В интернете Они должны Споткнуться Что-то И тогда они Может быть прочитают Что там написано еще То есть люди Не думают в интернете Какой ты молодец Что обходишься Без этого И сейчас ты Неожиданно Так из-под пола И показываешь Третью грудь Вот это было бы На самом деле Красиво У тебя есть стилист Или ты сама Как-то Нет у меня нет стилиста Но у меня есть Масса Добрых знакомых С которыми Ну и не только И с которыми Я сотрудничаю Но у меня нет стилиста Поэтому я не такая красивая Как хотелось бы Мне Ну да Надо на ней Стилиста Вот знаешь Вечный вопрос Который я всем Оставшимся еще Задаю В чем собственно Преимущество жизни В России Границы пока Открыты Так будет не всегда Но почему Мы все еще здесь Потому что Русский язык Это Самое главное Что меня держит В России Это можно сказать печально Типа я не настолько была Молодцом Чтобы в Советском Союзе Выучить английский Так же как русский Ты свободно болтаешь По-английски Ну нет Да это разные вещи То есть в русском языке Я понимаю столько нюансов И несмотря на то Что я пишу простые стихи Я могу и сложные писать Ну вот меня сейчас Забавляет писать простые Я их намеренно упрощаю А в английском языке Я не понимаю подтекстов Мало того Я не понимаю их ментальности То есть да Я могу купить вещи В магазине Отпустить какую-то шутку Забронировать отель Ну вот на отдыхе Но это же совсем не то На русском языке Я же могу Ну это как наука что ли Не знаю То есть я могу что-то создавать Я могу размышлять Ну это как говорил Бунин По-русски я могу подмигнуть Подмигнуть? По-французски не могу Не могу Только язык А если бы не эта цепь Какую бы ты выбрала страну? Америку Америку вообще Не я бы Америку Вот почему Америку? Мне кажется там все по-другому Вот совсем по-другому И как непонятно Это как вот еще раз Завоевать мужика И выйти замуж Там момент завоевания есть То есть там можно Такую творческую карьеру Интересную сделать Ну мне 40 лет куда Я уже могу только жить в Майами Писать стихи Смотреть на океан Нет Ну это вот как говорил Бродский Гарем можно сменить Только на другой гарем Я просто к тому Что если менять Россию То менять на страну Так же подзвучивающую С таким же огромным эхом Вот мне кажется Здесь есть какой-то смысл Америка Это вот много Как говорит Бродский Всего много Но не в Майами конечно Или океан какой-нибудь Причем Ну в Лос-Анджелес Наверное там же горел То есть тогда Если бы можно было Сейчас минус 20 лет Я бы наверное Рискнула бы Поехала бы В общаге жила Училась бы в Юэси Там очень хорошо Ну мне Я училась там Вот на летних курсах И несмотря на то Что я уже очень давно Не говорила на английском Я все понимала И у меня большой опыт монтажа То есть я работала Когда на телевидении Я сразу поняла Что единственный мой способ Сделать там какую-то карьеру На телевидении Это выучить Самое сложное Ну азы конечно Профессия Я монтировала Просто лучше всех Я приходила И говорила Мальчики Пожалуйста Покажите мне Как делается Это они такие Дура Вот так вот так Вот так вот так И я все знала И я бы конечно Поехала бы Опять бы там Не знаю Терпела какие-то лишения Мне все равно Ну там Большие лишения Это трудно терпеть В Лос-Анджелесе Знаешь Там всегда жарко Дешевая Ну что там нужно Надел шорты За 5 долларов Майкл Да и вышел Да и спокойно Слушай Жакаранка цветет Синяя такая Прекрасная Ой Калибри маленький Да порхают Идиотки Да вот это Прелестное И общага там Нормальная И общага нормальная Люди жутко дружелюбные И везде пахнет травой И это очень мило Вот вопрос тоже Совершенно неизбежный Как потом Россия будет другой Или она останется Такой навеки Вот какую мы видим Ее сейчас Господи Об этом страшно Рассуждать Страшно Ну потому что Мы понимаем Что скорее всего Она уже не переменится Мне кажется Россия Это круг такой Ну в этом круге Есть какие-то Разные фазы Мне кажется Это карусель остановит Да У тебя есть Любимый зверь С которым Ты себя ассоциируешь Как я с ломбатом Или ежом Ну я не знаю Я не могу Сказать Я могу рассказать С кем Меня ассоциируют Другие Ну с кем Помните Живут 27 Поступила В Абгик Я честно говоря Обожил Владивосток Потому что там Живёт ближайший Мой друг Андрюха Островский Который редактирует Новую газёту Владивосток для меня Это прежде всего Город Всякого сифуда Да Морского ежа Морского ежа Я могу съесть Неограничен Умин Да Я тоже Но согласись Он вкусный Он классный И это очень полезно Для здоровья И для мужского Здоровья Для всякого Абсолютно То что он якобы Афродизиак Это всё свистёшь Нет Не свистём Уверяю тебя Что если всё хорошо То хорошо и без ежа А если плохо То плохо и свежо А любовь К сожалению Всё зависит от любви Понимаешь Прочитай мне Что-нибудь из свеженького Из свеженького Я хочу наблюдать эволюцию Блин Я даже не знаю Мне кажется У меня нет эволюции Но ты меняешься же Всё-таки Или нет Да у меня темы меняются Иногда я конечно Понимаю Что Что ты Я стала лучше писать Да нет Но ты стала жёстче Горос Чего ты Но Я недавно была на спектакле По своим стихам Так иногда бывает Какие-то театры ставят Значит Это обычно одна актриса Читает мои стихи И я слушала и думала Капец Я прожжёная Офигеть Я прожжёная баба Как я могла Это написать И главное Я даже это слушаю Как будто это не я написала А вот она Это вот она Вообще когда ты слушаешь себя Чужим голосом Всегда отвращением Всегда стыдно А мне понравилось Мне не было стыдно Я подумала Офигеть Я создаю какие-то Произведения Которые Ко мне Не всегда имеют отношения Я же другая Откуда она так знает Про женатиков У меня с женатиками Никогда ничего не было Правда? А она так читает Ты много потеряла С нами очень интересно Правда? Мы всегда совестью мучаемся И вообще мы всегда таки уступчивые Мы всегда виноваты Так я даже без этого написала Просто я Как говорит Роза Виноватый мужик Подарок судьбы Нет А правда? Неужели не было с женатиками? Нет А почему? Ну вот как-то я понимала У меня на ранних стадиях Было торможение Как этот тест с зефирками известный Что детям положили зефир Да, лучше съесть сейчас Да Кто-то съел сейчас А кто-то оставил на потом Вот я ведь мне как-то Ты оставила на потом Я оставила на потом Свой зефир Ну прочистишь Про женатиков Это же хорошо Это мне интересно О! Ну это такое будет Кошлый воск Ну неважно Ты же меня не будешь ругать Правда? Тебя за это нет Ну длинный, блин, какой-то Ну неважно Я буду быстро читать После встречи в отеле Все предельно понятно В этом сладком коктейле Земляничном и мятном Есть цианистый калий Несмертельная доза Мы друг друга искали Но нашли слишком поздно Оттого бесноватость Боже, это же надо Милый друг, признавайтесь Милый друг, вы женаты? Вы женаты? И дети? И супруга в декрете? И супруга в декрете? И беременна третьим? Я вам послана небом Значит, грех не защитен Я намного роднее вам Я под вашей защитой В безопасности То есть не пойдут кривотолки Я за вас беспокоюсь Вы слыхали о долге Есть прекрасные книги Вам полезно прочесть Их вы плетете интриги Вы слыхали о чести Вы не птица в полете Вы супруг и родитель Вы же их предаете И меня Предадите Что уже утомило? Утомляться не ваше Вы женаты Мой милый Остальное Не важно Вот девушка, которая начала бы Нести такую ахимию Причем постфактум Постфактум Написано это все очень складно Но, конечно, второй встречи Уже не было Конечно Это психиодная встреча Да А Я просто пытаюсь формулировать Я не могу А что Это действительно так фатально Что он женат? Это так важно? А просто встречаться С женатым мужчиной? А как его жене? Ну, то есть Ну, если она не знает Ну, она же узнает Если она не узнает Никогда Никогда Ну, понимаете Вероятность этого Очень невелика Ты понимаешь Я сколько живу Я думаю, что эта проблема Неразрешима Все-таки Неразрешима Самая большая любовь Не мешает Некоторой полигамности То есть я Ну, не знаю Ну, это же такая форма Общения все-таки Ну, она не мешает мужчине Но очень мешает женщине Серьезно? Да, да Женщины очень глубоко Переживают измену Мало того Что-то в них там Надламывается Надрывается Ну, что-то происходит Такое ужасное Даже не знаю Об этом только в стихах Можно написать Но это будут такие стихи Кровавые Какие-то такие Ну, где-то кровавые Вот знаете, вот есть фильм Муха называется И там в конце Вот нечто Вот такое Вот выползает Вот это вот Очень хороший фильм Очень хороший фильм Чудесный И вот это вот То, что выползает В конце Это и есть Вот ревность И когда ты узнаешь Что твой муж С кем-то спал Как бы Так почему Он не переставал Тебя любить Я понимаю Ну, вот оно вот так происходит Нельзя, да? Ну, это физиологически Я не знаю Многое от нас не зависит Скажи мне Часто ли ты мучаешься совестью? Очень часто По стихам Ты не производишь Член самодовольного человека Ну, я мучаюсь совестью Мучаешься? Мучаюсь, да Даже бывает От самой ерунды, например Ну, это пошло, но неважно Но зато жизненно У меня фотосессия На улице Это значит, что стоит Несколько человек Которые специально приехали Они меня обрадили Намазали какой-то фигней Да, кто я такая У меня через 15 минут Начинается там, не знаю Квартирник И вот в этот момент Я стою в непонятной позе Посреди улицы Ужасно, ужат Таким давно Я фотографироваться ненавижу И в этот момент Ко мне подходит девочка И говорит Ой, я его знаю Давайте сделаем селфи А ты ей говоришь Девочка, уйди Уди И потом меня сутки Какой сутки? Да, все неприятно очень Я понимаю, что я Суку Суствуешь себя Зарвавшимся хамьем Хамьем, да Нас учили советских людей Что мы не имеем права Самомнение там Раскручивать И это было так неудобно Но Это Она меня никогда в жизни Она же не понимает Обстоятельств То есть если ты Хоть сколько-нибудь Публичная личность И ты вышел на улицу Будь в образе Ты не имеешь права Отказать в селфи Человеку, который проходит И в сексе И в сексе И в сексе Позови мне пару-тройку любимых фильмов 2046-й Вонга Карвая Ночь Микеланджело Антонионе Правда? Да Эту ночьгу? Ну блин, я не знаю Но Вот они нудные, правда? Ну просто то, что веселое Ты посмотрел Покайфовал И забыл Я понимаю Там Забридский Пойнт Ну ночь Это же невозможно Смотри Ну блин, это зато про меня Это кишки на колючем Это вот моя жизнь такая Да Это производство Чувствия гораздо более Такое Ну А то вот такая Да некоммуникабельная Такая вот жизнь С людьми трудно Это все вот и Вообще Да Ну что Что свистеть Ей просто кто-то сказал Что ночь Микеланджело Антонионе Это престижно Почему престижно? Ну уже нельзя Любить эту картину Ну хотя Бог с тобой Я верю Я знал двух людей У меня даже есть стихи Где есть Которые так называются Ну вот этими стихами Мы и закончим Давай Ой нет Там есть нехорошие слова Какие? Ну я сейчас попробую Вспомнить его Я буду их И когда я жила На других Проспектах Что-то там Писала Я их плохо помню Знакомилась в транспорте Лето было цветнее Цветнее было лето Лето для безрассудства И странствий Мужчины были красивее И чище В смысле породы Крепче ягодицы Выточеннее Подбородок Без мягкости Форм Выражений И прочего Я была лучше То есть порочнее Значит никто Да вот так вот И вот так и пиши А эти все Донула как-то так Я почему-то я и с ней Себя ассоциирую И с ним Ну знаешь Если бы я был молодой девушкой В Владивостоке В 90-е годы Я бы любил ночь Я был бы депрессивный Такой Несколько Но соблазнил Все получилось В Нуане Спасибо тебе Все было весело Уезжай к твоим Этим самым Которые тебя ждут А вы оставайтесь с нами Мы не раз еще увидимся И у вас будет Ну и как раз Сказать все гадости Которые вы не скажете В этот раз Жалкая замена литературы С Дмитрием Быковым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому